Промокод FIRE1 даёт тебе 30% к пополнению. Привет, дорогие друзья! Сегодня у меня замечательная тактика, которую я начал использовать. Особенно, когда у меня остаётся 2000 рублей, и я понимаю, что мне конец, то я, соответственно, перехожу в оружейные кейсы. Сейчас они называются наши сборки. Раньше вроде как оружейные назывались. И я перехожу, просто выбираю одно. Либо FF7, либо Diggle. Потому что всегда, когда я открываю кейс Diggle на лоу-балике, мне очень хорошо везёт, и какую-нибудь отдачу он даёт. Поэтому давайте проверять. Мне даже стало интересно, на секундочку, на секундочку, что же у нас получится в этом выпуске выбить. А, 3000, хорошо. А, ночная вот эта вытащила. Она просто выглядит так, как будто она стоит копейки. И на самом деле она стоит нормально. Ночная буря. Я один раз, было такое, что за 140 открыл Diggle кейс. Увидел, вот так вот. Фастом открыл. Увидел, что там говно выпало. Сразу закрыл вкладку. Сразу закрыл вкладку. На следующий день просыпаюсь. И думаю, о, у меня Diggle выпадал. Продам его, как раз там, 2 рублей не хватает на открытие кейса. А он стоит, соответственно, сколько еще раз? 2 или 3 тысячи. Почти 3 тысячи. Я такой думаю, вау, не чешься? Как так? Как такое может быть? И, как видим, стабильно Diggle кейс нас хорошо окупает. И дальше, конечно, я бы выводил на вашем месте. То есть, если вы в хорошие плюсы вышли, то, конечно, лучше все выводить. Но сегодня я на агрессии максимально играю. Максимальная агрессия причем. И хочу больше рискнуть. Больше делай. Меньше спика, говорится. Ну, уже минуса прошли. Уже заметно. Кстати, 2 наги и океанско беберажи. Это окуп. Ну, приятно, приятно окупает. Но, как будто бы он хочет нам и минуса подать. Чуть-чуть газку он хочет подать. Ну, кстати, что это за мини-дорожник? Сколько он стоит? 6 рублей? Боже мой. Зачем мне... Он стоит 140, выдает мне скин за 6. А-а-а. Подождите. Мы сейчас уже в минуса, если что, идем. Уже в минуса. Но, по логике, дегл кейс должен выдать нам сейчас. По логике вещей. Ну, кстати, вот, вот. Уже плюса есть. Все. 9600 мы сделали с 2000 на дегл кейсе. И дальше вы выбираете. Либо засекречено открываете, но тайно не открываете, ребятки. Я вас прошу, умоляю, просто тайно это один из сложных кейсов, которые могут тебе либо выдать дофига, а могут просто в ноль тебя стереть. Поэтому будем меньше рисковать и засекречено открывать. 6000, ничего страшного. Фастом откроем. Может быть, сейчас нам повезет. Даст бог, свидимся. Ладно. По-моему, уже тактика не работает. Ну, кстати, ладно. Вот это исправил положение немножко спин. А, даже не исправил. Я думал, что панельное управление нормально стоит. Но это прям позорище. И это тоже, да, дайте угадаю. Вот, атомный сплав нас только что подстраховал и дает возможность... А, 200 рублей не хватает на 10 спинов. Ну, ничего страшного. Страж, кстати, молодец. Какой молодец. А что нам выпало? А, нам плата за риск выпала. Я офигел. Я думал, что? 25 тысяч как? Соответственно, мы уже подняли 25 тысяч. Опять же, нормальный человек выведет, да? Ну, то есть, плюса ушел, все, закончит играть. Но мы чуть-чуть порискуем и пооткрываем различные кейсы. Может быть, нам повезет. А если не повезет, то он лайки. Мы подняли... Если честно, это просто вау. Потому что обычно он всегда хот-род, он стоит и так 30 тысяч. Я думал, хот-род 30 тысяч нормально выпало. Я думал, это 100% хот-род. Потому что, посмотрите, разницу в шансах. 2% и 0-180. И про крут на Майклс Гоу отличается иногда. Знаете, иногда бывает такое, что ты знаешь, что проскипывается. И тут тоже было ощущение, что стопудово он пролетит. Ой, не пролетит. И будет аук. А он выдал нам нож. Это хорошо. Мы нож выбили. Теперь скоренает. Ну, 5 штучек это ошибка всегда скоренает. Потому что здесь надо баланс, наверное, 20 тысяч иметь, чтобы нормально его покрутануть и рискнуть. Ну, стой, 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 стой. Ну, куда же ты летишь, дружище? Ну, ладно, еще разок откроем. Да-да, нет-нет. Ну, еще разок. Последний спин, потому что я на мега рискованных движениях нахожусь. Это окуп. Да, это окуп. Поэтому еще раз. Ну, да. Тут баланс у нас, конечно, не хватает, чтобы еще открыть. Я уверен, что это была ошибка. 5 тысяч у нас тем временем остается. Ну, такие сочные кейсы. Смотрите, дизайн даже говорит, открой меня, открой, а у нас денег нет открыть. Ладно. Я не верю в это. Я просто не верю. Ну, да, да. Было слишком наивно. Надо быть слишком наивным, чтобы надеяться, что с 4 штук выдаст. Надо от 10 открывать майнинги и типа таких. Ну, нож мне уже выдавал много раз. Сейчас мне выдаст, да? Ну, да, очевидно. Ну, то есть он много раз мне нож выдал. И сейчас вряд ли бы выдал. Ладно, окей, живем. Хорошо. Это есть шанс, микро-шанс на то, что мы сейчас поживем. Потому что я хочу открыть изи-найф. И это, извините за выражение, самоубийственный кейс. Потому что либо ты здесь реально тебе везет, либо ты просто окупаешься, либо ты умираешь в GTA 5 RP, как мы сейчас только что это сделали. И все, да? Анлак. Анлак. Я даже не знаю, что сказать. Анлак произошел. Ну, на нуарчик, ладно, 10 штук откроем. Может быть, он нам подсыпет что-нибудь. Если да, то будет прикольно. Если нет, то анлаки. Ну, я хотел бы все-таки, чтобы он не блок какой-нибудь, а 3 авика выдал, как он умеет. Либо можно рискнуть Доплер, пооткрывать манер. Но мы уже и так выбили хороший скин. И вряд ли нам, соответственно, еще какой-нибудь круче скин, да? Поэтому просто открываем, смотрим. Ну, ни один нормальный дроп не выпадет, мне кажется. Сейчас, знаете, тут бывает 10 пустых спинов, один раз выдает 10 пустых спинов. А бывает такое, что тебе резко сыпет хорошо, и ты прям-ка фуешь. Ну, юс, приятно, как бы. Но, опять же, теорию 10 пустых спинов никто не отменял. И такое чувство, будто я к ней с каждой секундой ближусь и ближусь. Как будто бы сейчас наступает тот самый момент, когда наш баланс улетит в ноль. Ну, пожалуйста, дружище, еще раз выдай. Спасибо. 5 тысяч у нас на балансе, 5 тысяч. Это один на миллион шанс на камбэк, с учетом того, что я сейчас открою на живой. Ну, ладно, дружище, все. Я так понимаю, нужно уметь останавливаться и м9 сливать такой себе вариант. Но хотя бы еще один выбить, чтобы баланс пофиксить. Ну, ну, на балансе, но это не окуп. А, не, подождите, мы 5 штук открыли. Это окуп, это окуп. И на 10 тысяч я предлагаю просто-просто рискнуть. И мой любимый кейс. Да-да, нет-нет. Посмотрим. Если не повезет, там лайки. Если повезет, было бы шикарненько. Пожалуйста, прошу тебя. Без рофлов. Аккуратненько. Ну, кстати, это окуп, это плюса. Не, все, на этой ноте я предлагаю... Ааа, так это просто окуп. Еще разок открываем. Я думал, что МК стоит 15. Не зря. Как видим, ребятки, два ножа мы выбили. Идеально просто. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.